Свердловский театр музыкальной комедии является обладателем 16 национальных театральных премий «Золотая маска». Последний раз с гастролями в Сочи труппа приезжала 13 лет назад. Спустя столько лет разлуки, встреча с сочинцами обещает быть теплой и захватывающей. 13 камазовых декораций придет к вам, тут не знаем, как мы разместимся за зимним театром. Но, одним словом, мы полностью со всеми своими, что называется, манатками приедем в Сочи для того, чтобы показать спектакли, которые нам кажутся на сегодняшний день самые для нас актуальные, самые интересные. Зрители у нас их любят. На сцене зимнего артисты покажут семь постановок. Любителям классики и комедии будут представлены герцогиня из Чикаго, парк советского периода и тетка Чарли. Пройдут и мировые премьеры, которые родились в стенах Свердловского театра «Екатерина Великая» и «Мертвые души». Спектакль по мотивам гоголевской поэмы стал обладателем сразу четырех золотых масок. Не менее захватывающая постановка, которая недавно стала обладателем национальной премии «Орликин», нацелена на маленьких зрителей. Все три года с момента появления спектакля «Кошка» артисты проводят кастинг среди пушистых артистов. Ведь появление четвероногого персонажа в кульминации сюжета является одним из главных и запоминающихся действий спектакля. К финалу, когда кошка гармонизирует все отношения между зверями и людьми и улетает к своим звездам, оставляя на земле настоящую живую кошечку, от которой пойдут дальше все земные кошки, этот мир преображается и он становится теплым, земным, таким, каким мы его привыкли видеть. Таким, каким мы видим ваш замечательный город. В течение двух дней руководители театра выбирали героя. И поскольку проведение кастинга выпало на рабочие дни, то отбор проходил по интернету через скайп. Жюри просмотрели десятки кандидатов, но в финал вышли трое. Кот по кличке Вениамин, который своей окраской гармонично вписывается в спектакль, белоснежный Бася и красавица Милка. По словам театралов, она похожа на одну из первых исполнительниц роли наследника космической кошки. Хозяйка без пяти минут артистки рада за свою любимицу. Замечательная возможность посмотреть спектакль, поучаствовать. И считаю, что это замечательная возможность и для души также. Все трое мяукающих счастливчиков получили право выйти на сцену. Ведь в Сочи спектакль будет проходить трижды. Теперь возможность исполнить главную роль зависит от самих пушистых артистов. Стрессоустойчивость – основной критерий. Герой не должен пугаться яркого света софитов, громкой музыки, артистов и зрителей. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.